Крупный ритейлер запускает продажи продуктов в кредит. Об этом он объявил на Петербургском экономическом форуме. Специальную кредитную карту смогут получить только покупатели с высоким кредитным рейтингом. Ритейлер считает, что при снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам. И это позволит поддержать спрос на товары посильенного спроса. Так и стали с колен. В эфире программа «Что произошло?» и мы начинаем. Недавно наша съемочная группа побывала в небольшом городке Камышлов. Увиденное шокировало. Еще никогда на наших глазах чиновники и правоохранители так не оборонялись от журналистов. Сотрудники городской администрации разбежались как тараканы, а прокурор прикрылся судебными приставами. Впрочем, смотрите сами. Камышлов – это депрессивный городок на востоке Свердловской области. Все крупные промышленные центры далеко до соседней Тюмени рукой подать, а вот Екатеринбург дальше. И отсюда в областной центр достучаться уже гораздо сложнее. Самые высокие гости – это областные министры. Они приезжают сюда, чтобы отдохнуть в ресторане. Администрация два раза заказывала конкретно нам здесь кормление министров в Свердловской области. Если мы, например, отказались бы, то были бы какие-то, ну, со стороны администрации, как это впоследствии, когда мы отказали им все-таки санкции. Так вот приезжали к нам один министр, мы покормили, никакой оплаты. Второй раз приезжали тоже министр, никакой оплаты. И даже тишина даже не предлагает. Одним из отведавших угощений был министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Он приехал посмотреть на то, как с колен поднимается местный рынок доступного жилья. В этом доме каждая квартира продана двум, а то и трем людям. Обманутые дольщики и пайщики уже третий год собираются в подвале и записывают всякие обращения. Мы обращаемся к генеральному прокурору России Чайке Юрию Яковлевичу. А к местному прокурору обращаться бесполезно. Вот он, красавец какой. В кабинете у него, как обычно, тусуется бывший начальник полиции Владимир Шкаев. У нас бывший начальник полиции и Шкаев, они как бы, и прокурор, они как бы действуют в одной связке. И в этом, в принципе, знал весь город. То есть они собираются в прокуратуре, там у него часто видим машину Шкаева, прокурора. Хотя он уже не начальник полиции. Ну, город маленький, все это видят, все это знают. Так все решают на пару. А что по этому поводу, говорит мэр. А мэру не до этого, ему весело. Вот он пляшет несуществующие кафешки. Заведение по документам оформлено как производственный склад и не введено в эксплуатацию. Находится оно вообще посреди помойки. Видимо, всем, и мэру, и ССУ оно стабильно приносит барыши. Ну, а как иначе, наверное, давно бы уже закрыли такой рассадник заразы. Однако... А подскажите, пожалуйста, а почему здесь администрация бедрит? Это же склад по документам. Это склад по документам. Оно не введено в эксплуатацию. Но это не беда. Главное, дружить с кем надо. Да, может быть, прокуроры ответят на вопрос, почему в городе такое беззаконие. Но к прокурору сначала нужно попасть. Однако вот с этим-то как раз проблема. Его охраняют, как ни странно, судебные приставы, которые не очень-то дружат с законом. Точнее, скорее всего, и не знают его. Они понимают только две команды. Вкал и выкал. То есть пропустить и не пропустить. Самое, что ни на есть аналоговая система. С мартом здесь и не пахнет. Впрочем, после визита Росгвардии нам все же удалось прорваться. Система государственных органов и их проверяющих в городе Камышлово-Свердловской области напоминает паноптикум. В администрации здесь никого нет. В прокуратуру просто так не пройдешь. Если прошел, то принять тебя будет некому. А если даже чудом и приняли, то ответов на свои вопросы ты просто не получишь. В прокуратуре закон вообще не действует. Если у вас такие соответствующие есть запросы, то, пожалуйста, вы их направьте в прокуратуру области. При наличии указаний мы вам сообщим данную информацию. То есть на наш запрос вы не ответите? А где ваш запрос? Статья 39, 47, закон о следствии по массовой информации. Усный запрос. Я вам еще разобрал. Сейчас считайте, его сделал. При наличии указаний прокуратуры Свердловской области, вышестоящей, пожалуйста, вы получите такую информацию. То есть указаний закона... Письменный запрос у вас есть? Усный запрос, статья 39, закон о следствии по массовой информации. Ну, я вам ответила. Хорошо, дальше слушаю. Стоило нам приехать, как городская администрация, тотчас же разъехалась по отпускам и командировкам. Нас встретили пустые и мрачные коридоры власти и полусонные секретари. Здравствуйте, я вам не отпускаю. Я вам отпускаю. Денин Александрович? Это Геренбург я. Кто за старшего? Сегодня и понедельник, все в Петербурге я сомневалась. Когда уже собрались уходить, неожиданно встретили заместителя главы города по экономике. Оказывается, дама тоже пряталась, просто вышла, не убедившись, что съемочная группа уехала. Естественно, что она и не была настроена прояснить ситуацию в городе. ...надательство, она письменно обратится ему. Видят, установленные за годом строки, компетентные и в полном объеме. А если вопрос горячий? Ну, вот закон, он такой не предусмотрен. Ну, вот видите, как что она... Мы предпримем меры и ответим ему завтра. Условно говоря, жизнь не... Законом предусмотрено, вот для нас законом предусмотрено статья 39-47 закона о средствах массовой информации. Ну, я поняла вашу политику, так скажем, это не очень... Понятно, спасибо. Тем временем вернемся к нашим баранам, а вернее к министрам, которых кормили. Например, к министру строительства области Волково. Безвыходная жизненная ситуация и чувство беспомощности заставили Юрия Заостронных пойти на крайние меры. А именно устроить пикет у дома номер 166 по улице Энгельса. В далеком 2006 году Юрий принял решение вступить в жилищно-строительный кооператив «Камстрой» с целью приобрести однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров на третьем этаже. В 2008 году был заключен договор долевого участия в строительстве с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Евгеньевичем Блиновым. Для того, чтобы полностью погасить стоимость квартиры, Юрий Викторович взял кредит в банке. Осталось еще платить 4 года. Сегодня как раз заплатил суду 8 тысяч Сбербанк. А плачу за воздух, кто-то так пользуется за моей квартирой. А я и плачу, и не живу, и не знаю, как бы... Это местное телевидение показывало еще несколько лет тому назад. Да, да, вы не ослышались. Люди платят за квартиры и ипотеку. И при этом вынуждены снимать жилье. Деньги от ипотеки уже давно ушли застройщику. Вот какой он дом себе отгрохал. Не дом, а прям дворец настоящий. Правда, заехать сюда он не решился. Недострой стал объектом паломничества журналистов. Теперь появляться ему здесь опасно. Я застройщик, застройщик кооператив «Констройта». А обманутые блиновым дольщики живут в тесноте да в нищете. Кровать у нас купить не можем, спим ночью на чем есть. Дети спят, трое детей спят на двухъярусной кровати. Девочки спят вдвоем наверху, потому что не на чем приобрести, допустим, еще одно спальное место и ставить некуда. Сын старший спит внизу на кровати. Велита, почему мама тебе ничего не покупает вкусненького? Потому что у нас денег нет. Каким образом фирма, продававшая квартиры по договору долевого строительства, стала кооперативом? Одному блинову только и известно, но тем временем на мошеннической схеме заработал, видимо, не только сам застройщик. Банковские работники, похоже, тоже в доле. Рядовой менеджер отделения Сбербанка Наталья Усольцева построила на свою скромную зарплату такой вот совсем не скромный коттедж. В этом доме живет кредитный инспектор Усольцева Наталья. Отчество я не помню. Кредитный инспектор, который оформляла большинство кредитных договоров по ипотечному кредитованию, принимала все липовые документы от Блинова. Вместе с обманутым дольщиком идем к ней в гости. Мы хотим задать резонный вопрос, почему кредит получила левая фирма, куда ушли деньги и сколько еще платить? Естественно, что поговорить с нами не желал никто. Вот именно здесь все и происходило. Именно в этом отделении Сбербанка и заключались ипотечные договоры на покупку уже проданных другим людям квартир. Предмет залога, естественно, не проверялся. Сказать, что возмущен, это не сказать ничего. Вы понимаете, мало того, что эта ситуация вся длится с 2013 года и правоохранительные органы, к сожалению, несмотря на все наши обращения и даже на решение суда, где суд указывал на явную продажу, двойную продажу квартир, на явное нарушение закона, причем систематическая полиция, в частности начальник полиции, бывший полковник Шкаев, прокурор Боровков, никак не хотели видеть этого преступления и заводить уголовное дело, которое бы своевременно позволило купировать эту проблему. И я думаю, что процентов на 30, на 40 не дало бы ей разрастись в таком количестве. И количества такого пострадавших, я думаю, что бы не было. К счастью, жители, которые пострадали от данных действий, они объединились. В какой-то степени мы им помогли объединиться. Мы прошли все круги ада, связанные с доказыванием, с обращением внимания на нас. Это были митинги, это были пикеты, это были обращения в суды, это были обращения правоохранительных органов и органов власти областного и федерального уровня, в том числе президенту Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. В нашей стране система построена так, что фактически о людях думают в последнюю очередь. Это очень печально. А когда пришло время собирать камни, и мэры попросили заплатить за кормление чиновников, что инспектировали стройки мошенников, глава города очень сильно удивился. Я абсолютно не понимаю, про каких вы министров, что пытаетесь говорить, про какие там кормежки, кто вам там где заглажал. Нет, ну вы, у меня есть смс-сообщение, где мы конкретно переписывались с вами, мы вам оформляли конкретные банкеты, у меня есть люди, которые накрывали, есть конкретно видео, есть конкретно, где ваши министры кушают и сидят в ресторане, как бы это самое. Как вы считаете, то есть вы хотите сказать, что министров не было в ресторане, которых мы кормили? Мы к вам приезжали. Ну они кушали? Вы их обслуживали? Да. Вы рассчитались? Скорее всего, да. То есть вы рассчитались? Скорее всего. А как вы рассчитались? Как вы рассчитались? Чем? Наличными или как вы рассчитались? Наверное, вы суммы уже говорите, рассчитывались. То есть вы сперва говорите, счета выставляли или не выставляли, а сейчас вы уже, говорите, рассчитывались. Вы вот как-то так определитесь. То есть мы-то знаем, что вы не рассчитались с нами, а вы сейчас говорите, что уже как бы рассчитались. Так определитесь, что было-то. Рассчитались или не рассчитались все-таки? Скорее всего, рассчитались. А, скорее всего, рассчитались. То есть за министров вы рассчитались? Конечно. Зато те, кто удовлетворяет запросы мэра, пользуются особыми привилегиями. Им можно и торговый центр построить без документов, можно и подряды получить. Незаконно выданы разрешения на строительство, разрешения на вот в эксплуатацию торгового центра Невский. Мы по этому данному факту обратились в Следственный комитет Российской Федерации с проведением проверки в отношении должностных лиц администрации Камышловского городского округа. Мы будем надеяться, что нас все-таки услышат. Тем, кто дружит с главой города Половниковым, разрешено творить и такие безумства. Вот это наш центральный городской парк города Камышлова, где была вырублена зелень. Да, парк был не убран, не прибран, не благоустроен, но так, как подошли к этому строительству, ну, звучит как минимум банально. То есть, вся зеленка была вырублена, да, все было загридировано, то есть, никакого дренирующего слоя, никакого тебе щебня, никакой подготовки, просто была насыпана земля. Произведены элементарные работы с применением. Вот видите, материалов самых элементарных, самых дешевых материалов. Вот вы можете посмотреть, где все уже потрескалось. Ничто это не побелено, ни один бордюр не побелен, к сожалению. На центральном входе даже не поменены, центральные урны не сделаны, то есть, материалы самые банальные. На вот это удовольствие городские власти потратили как минимум 30 миллионов рублей. А проект перед выделением денег даже проверить не удосужились. Фонтан, да зачем он вам? Поставим вместо него имитацию, детская площадка, да ладно, достроим потом. Бюджет, он же резиновый, он все траты вытянет. Вот эта вот замечательная лестница, которая есть в парке, она ведет прямиком, как ни странно, на проезжую часть. Перехода здесь нет, вот мы поднялись, а дальше-то куда идти? Все остальные лестницы в этом парке точно так же ведут прямиком на проезжую часть. Вам нравится вот этот парк? Ну, так. Раньше лучше было? Да. Протесты в столице Урала закончились, народ победил. Журналисты начали пересматривать архивы и ужаснулись, когда выявили одного из главных провокаторов. Им оказался пресс-секретарь городского ОВД Евгений Крюков. Вот он в гражданской одежде с камерой. Провоцирует людей. Ответную реакцию, естественно, снимает на видео. Затем пишет рапорт. Но людей уже завели. Уголовные дела за оскорбление правоохранителя. А на этом видео и на многочисленных фото, где еще лицо видно. Человек, похожий на Крюкова, провоцирует людей на куда более радикальные действия. Как выяснил сотрудник полиции, этот непростой, а очень даже продажный. Свободный от провокации на митингах время, он подрабатывает шутом. То есть тамадой. И продается он кому попало. Оказывается, заказать майора может каждый. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. А, здравствуйте. Я звоню по объявлению в Ютубе. А подскажите, пожалуйста, а как можно заказать на корпоратив Евгения Крюкова? Ну, в принципе, заказать Евгения Крюкова. Выходили его в качестве кого заказать? В качестве ведущего? Ну, а он в качестве ведущего или в качестве кого может выступать? Ну, он на данный день работает в качестве ведущего сольно. Также он работает с Романом Паттималовым, с Романом, с Романом, с Министером, Музыкальным. А подскажите, пожалуйста, а он случайно не оскорбится, потому что он недавно привлек человека за оскорбление свое по статье? Потому что ведь на любом корпоративе же могут быть и нетрезвые люди, и если что-то он ошибется, могут неправильно сказать. А он же сотрудник полиции, может взять и привлечь по 319-й статье. Простите, а вот как зовут? А меня зовут Анитимов Евгения, корреспондент телеканала Крюк ТВ. Вот хотел узнать, как заказать сотрудника полиции. Оказывается, они тоже заказываются, как и девушки легкого поведения. Большое спасибо за информацию. Меня зовут, всего хорошего. До свидания. До свидания. Честно говоря, даже растерялся при разговоре. До последнего не мог поверить то, что стража порядка. Вот так вот можно заказать. Ну, право словно девушку легкого поведения. И потому даже не спросил, сколько же он стоит. Но в любом случае не думаю, что дорого. Грош цена такому. В общем, если хотите заказать шута в должности целого майора, то звоните по телефону, который видите сейчас на своих экранах. Назовите только кодовую фразу «хочу заказать Крюкова». Наверное, можно будет даже попровоцировать на видео и этого клоуна снять. И даже статью за это не схлопочите. Ведь кто деньги платит, тот и танцует, мальчик. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию ищите на канале Крик Ньюз. Краткую версию по субботам смотрите в 11 часов Москвы на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»